добрый день друзья здравствуйте вот смотрите сегодня у нас 18 мая четверг 2023 года привезли мы буквально вчера да думали что привезем ее 16 но не получилось потому что врачи и еще оставили на один день ей было там немножко плохо и вот буквально мы ее вчера привезли где-то часа в 4 наверно мы привезли ее до нташ выписали значит так друзья рассказываем подробно ну как подробно от лежала она получилось 9 дней ровно заплатили мы за эти 9 дней пока она лежала это считается стационар же да там на пятом этаже вот терапевтическое отделение заплатили мы ровно 80 евро туда входили все всякие вот эти процедуры проверки и и все ну ну называть мы не будем какие ну да там там их много этих было да ну может быть наташу не слышно что далеко от камеры я буду наверно говорить то что я поближе вливали и в первый день проверили кровь сдали взяли у нее кровь на анализ и оказалось у нее гемоглобин поверь понижен и что-то железо мне кажется там было но ты же в этом же анализе там это все проверили нет или отдельно проверяли понизится гемоглобин надо давать человеку ну понятно все все да 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 но мы сильно подробности то не знаем к нам как сказали врачи так мы и говорим вам да железо железо потому что на палате тоже лежала женщина и не там их они ходить 4 там лежала но не меняются там один ходит приходит тоже рассказывал из-за железа наш прям падала у ней да 9 9 теряла сознание и падала но также вот это женщина рассказывала что падала она то нет это знание не теряла но слушайте внимательно да вот она как поела поезд вот бы вот перед тем как отвезти в больницу а у ней стали теряться силы она не могла даже дойти до дома вот она прям готова ложиться и ложилась она на кровать у нас ну кто вы смотрит постоянно там на кухне гостиной полежит немножко и потом встает и уходит вот заплатили 80 евро повторяю первый день не оплачиваем бесплатно вот и не знаю откуда мы наташ слышали что первый и последний день может послышалось ну в общем за 9 дней мы заплатили 80 евро но мы рассчитывали на больше потому что они очень много этих проверок и как они там объясняли что по 14 евро там одна какая-то там проверка другая еще но их там как минимум 5 или 7 проверок всяких было ну бы но что делать ну блин конечно она уже настроена на это если мы положили в больницу и и ну что вот так вот как ты себя чувствуешь нормально да вот ты вчера ну да она уже вчера после больницы у нас уже поужинала вот уже сегодня она позавтракала и вот сейчас буквально после обеда после двух часов вот она погуляла вот буквально после прогулки я вышел и мы с наташей решили все-таки вам это показать потому что мы видим что вы спрашиваете нас в комментариях я вам отвечаю и теперь вот я вам показываю это я конечно же показывают внукам всем родственникам вот пожалуйста ваша бабушка ваша мама моя теща жива и здорова и есть самое главное под конец видео я хочу вам рассказать и ей прописали четыре лекарства было только одно мы и когда отвозили в больницу сейчас и прописали еще три получается ну по ей поменяли то от давления да 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 ну получается тогда только три антибиотик это знаете почему потому что он ну как бы ее в там про рентген делали легких проверяли ничего не могут найти она бухает бухает там это все внутри у нее там булька и там ну знаете вот когда вот заказываю я вот сам вот вы заметили тоже покашливаю это какие-то непонятные мне тоже на антибиотики надо попить что ли не проходит и не проходит и все немножко затихнет опять но у нее было сильно но сейчас она начала антибиотики эти пить ну там курс она пропьет и все а а так все нормально друзья аппетит есть нет я не сразу не 9 не пинда вы начали давать эти петки нет 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 видимо его только начали и сейчас прописали ну вот так вот друзья ничего мы не забыли но принципе да ничего ну мы хотели взять чек ну а зачем вам чек показывать этот нет нет выписку эту ну это не серьезно друзья вот самое главное вам показали погода хорошая да отлично семка соскучился по ней она по семке соскучилась он прям бегал вокруг нее ну конечно не не лапками не прыгал как обычно встречает от наших всех родственников и знакомых пошла мыть руки он пошел к ней смотреть он даже зашел туда в душевую где она руки моет туда к ней пошел вечером он тоже смотрит кушать ли она что она делает радуется да вон он жулик вон он лежит ждет вон с игрушкой своей ну все друзья так что не беспокойтесь будем все да ну без больницы никак не обошлось бы друзья никак потому что если бы мы ее семейному семейным это тоже нет нет смысла микроинсульт по моему а вот да 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 что-то врач ее ма врач молодой молодая женщина и она говорит что не исключает что у нее это был микро какой-то микро инсульт вроде нас говорила да всего друзья вот так вот ну вот смотри вот в данное время тебе сейчас ты очень довольна что ты приехала с больницы вот ты полежала тяжело тебе было да в начале ты говорила как бы тебе нравится там все больницы ну в палате ну почему удобно но все равно палата хорошо чисто по четыре человека ну после после ремонта в вилгавской больнице сейчас шикарно сделали персонал прямо ты знаешь да внимание очень много выделяют они ну нам не могло так показаться потому что мы каждый божий день там были и видели все на наших глазах это мы к чему говорим потому что большое спасибо персоналу нашей лгавской больнице что вы заботились и заботитесь в частности вот о нашей маме о нашей бабушке о нашей моей тёще что вы заботились большое вам всем спасибо кто видит нас большое спасибо без вас бы конечно ну вот и вот вот как раз вот я вот вот так она покашливает да вот так вот и скорой помощи спасибо да если с нас кто-то смотрит скорой помощи ну я уже говорил им да большое спасибо там комментариях они мгновенно приехали мы даже не не успели оглянуться уже она он там летит он по улице тервит из до до свидания до следующих видео всем здоровья самое главное всем здоровья спасибо